Для начала мы создадим новое приложение. Создать приложение давайте назовем его apptest. Для приложения мы можем создать одно или несколько подключений к нашему документу, из которых будут процеданы для построения отчетов. Давайте создадим подключение. Выбираем приложение, для которого будет это connect использоваться. В качестве источника данных мы можем указать либо clickview, либо clicksense. И приложение мы можем брать либо указав локальный путь, либо указав сервер, clickview, либо кластер. Давайте укажем путь к clickview документу. У нас локально находится файл kvf-файл от clickview, который называется salesdemo. Мы прописали к нему локальный путь. И давайте нажмем на кнопку верификации. Тест прошел. Мы создаем наш connect. Как я уже сказал, у одного приложения может быть несколько коннектов к различным приложениям. После того, как мы создали connect, импринтинг создает кэш данного документа, в чем свидетельствует мигающая голубая надпись. Как только кэш будет создан, появится зеленая надпись created. После этого мы можем продолжать нашу разработку. Кроме подключения мы можем создавать фильтры. Давайте создадим фильтр. При этом также указываем наше тестовое приложение. И указываем название фильтра. В фильтре указываем connect, к которому он будет относиться в данном приложении. Также необходимо определить поле, по которому будут сфильтроваться данные. В данном случае мы взяли за пример приложение salesdemo, где есть поле год. Давайте в качестве нашего фильтра установим год 2013-2014. Система подсказывает, какие значения у меня уже есть. Нам остается выбрать из списка. После этого нажимаем кнопку создать, и у нас создался фильтр по полю год. Далее при формировании задачи мы будем использовать данные фильтры. Кроме того, мы можем назначить условия. Давайте создадим новые условия на наше подключение. Их также может быть несколько. Выбираем приложение. Создаем наши условия. В рамках одного условия может быть несколько правил. Например, в нашем приложении есть график. Мы хотим, чтобы условие выполнялось, если в данном графике есть данные. Данный график имеет ID CH324. Найдем его в списке. И выберем «Имеет значение». То есть условие будет выполняться, если в графике будут значения. Давайте создадим наши правила. Кроме того, правило может основываться не только на графиках, но и, например, на переменах. Например, если значение некой переменной равна некому значению, либо, например, значению другой переменной. Давайте не будем создавать. Значит, мы с вами создали одно правило. В рамках conditions, в рамках условия Connection Test 1. Итого, мы создали приложение. Мы создали одно или несколько подключений к документам в рамках этого приложения. Мы создали фильтры, накладывающие условия на данные, по которым будут строиться отчеты. И мы создали условия с правилами, которые будут отрабатывать при выполнении отчета. Перейдем к созданию собственного отчета. Для этого переходим в раздел «Отчеты» и нажимаем кнопку «Создать отчет». Указываем имя отчета. Мы сделаем отчет в формате Excel. Также система позволяет создавать отчеты в формате HTML, PowerPoint, Word и Pixel Perfect, где мы можем с точностью до пикселя выстроить каждый свой отчет. Каждый из этих типов отчетов имеет свою специфику. Мы выбираем приложение, которое мы только что создали. Отчет может быть создан либо на основе пустого файла, либо на основе шаблона, который мы заранее подготавливаем. В шаблоне могут быть форматированы, специфичные для вашей компании. Также мы можем выставить галочку «Доступность отчета» из Access Point. Установить галочку «Цикличности». В этом случае система будет создавать несколько отчетов по задному нами полю. Для этого указываем подключение к документу и выбираем поле, по которому мы будем выполнять цикличность. Давайте выберем «Офис». Таким образом, система нам создаст за один проход несколько отчетов для каждого офиса и поместит их в архив. В нижней части экрана система предлагает определить формат имени отчета. В данном случае он будет составлен из имени самого отчета и прибавленное к нему название офиса. Давайте создадим. Кроме того, мы можем указать фильтры на отчет, который мы создавали с вами. Давайте выберем фильтр. Напомню, это фильтр по годам. У нас указан только 2013-2014 год. После этого мы можем приступить непосредственно к редактированию шаблона отчета. Для этого нажимаем кнопку «Edit Template». Запустился редактор отчета. В правой части мы видим встроенный Excel, а слева и вверху панели импринтинга, которые позволяют нам добавлять свое наполнение в Excel. Давайте создадим следующее наполнение. Мы хотим, чтобы на каждой странице нашего Excel-файла отображались кварталы. Давайте добавим поле «Квартал». Мы видим, что название страницы преобразилось. Теперь это номер квартала. Также мы можем указать на каждой странице этот квартал. Давайте по-русски напишем «Квартал». А в соседнюю ячейку ставим название квартала. Для этого перетаскиваем созданное поле «Квартал». Здесь же мы можем отформатировать наш текст. В отчете мы добавим из нашего приложения вначале общую информацию по всем продавцам. Мы добавим график «Топ-5 продаж по категориям» и добавим табличку «Топ-10 продуктов». Давайте создадим надпись «Общие итоги». Мы выделим ее цветом. И вставим картинку. В качестве картинки мы выберем наш объект. Это объект с номером CH324. Переместим его. Также под каждой картинкой мы хотим видеть табличку. Табличка имеет номер CH184. Добавим ее. Также размещаем ее рядом. После этого мы хотим увидеть результаты по каждому менеджеру. Для этого мы создаем новый уровень. и указываем продавца. Добавляем этот уровень в наш Excel файл. Указываем имя продавца. И форматируем надпись. Также внутрь этого раздела уровней мы вставляем нашу картинку, график и таблицу. Лишние ячейки удаляем. Мы можем добавить дополнительное форматирование. Распределить наши ячейки, как нам больше нравится. После этого мы можем сохранить шаблон и нажать кнопку просмотр, чтобы просмотреть результат. Система сформировала нам несколько файлов по офисам. Всего у нас 5 офисов. И мы можем просматривать каждый отчет в отдельности в формате Excel. Видим, что у нас есть 4 странички по количеству кварталов. На каждой странице у нас есть название квартала, общие итоги, которые содержат график общий и табличку с топ-продуктами. А далее для каждого продавца мы видим свой раздел, который также содержит графические изображения и табличные. Давайте закроем и продолжим редактирование. Кроме того, система позволяет вставлять графики Excel, которые будут строиться на основе данных из ClickView. Давайте сделаем это. Мы добавим новый раздел на основе продуктов и добавим поле имя продукта и Total Sale. Для этого мы также добавляем уровни. А внутри каждого уровня мы добавим ячейки. Имя продукта и и Total Sale. Разместим их внутри нашего уровня. Далее мы вставляем график обычную гистограмму и выбираем данные. определяем название и определяем ряд значений. В нашем случае по полю Total. в качестве измерения укажем продукт. В качестве графика назначение укажем сумму продаж. нажимаем нажимаем окей. также мы можем разумеется создать цвета размеры графика. сохраняем и запускаем просмотр получили результат также мы можем посмотреть excel файл с полученным результатом у нас получился график по продуктам как мы видим значение совпадают со значениями из кредит важно отметить что в качестве данных для графика мы должны указывать диапазоны включающие себя полностью уровне также в excel отчеты могут быть добавлены кроме таблиц уровней графиков отдельные ячейки переменные их формулы давайте сохраним наш отчет и приступим к созданию задачи для распространения данного отчета а еще отчет мы можем включить фильтр но мы тоже сделали значит добавляем новую задачу выбираем приложение для которого данная задача будет также мы можем выставить значение по сохранению данных отчетов сколько они будут храниться и в каком количестве на портале новостей далее мы указываем отчеты ты может быть несколько отчетов можем указать дружственное имя что называется для пользователей и выберем формат в котором мы хотим чтобы пользователи получали наш отчет также мы можем поставить галочку как оттачка email создаем после этого в задачи мы указываем пользователей на которые будут распространяться это могут быть либо пользователи либо группа мы указываем что это будет стенд новостей из портал он принтинга и email кроме того мы указываем фильтры раненными созданы помним что это 13 14 год весны и шине мы можем изменить для каждого пользователя и группы куда он будет получать отчеты либо на портал либо на email и если у нас выбрана email то мы можем определить параметры email от кого будет отправляться отчет тема отчета а его формат и тело сообщения здесь мы можем вставлять например теги такие как например имя либо офис либо компания который будет скружаться от пользователя мы определяем какие отчеты будут добавленного тачмент после этого определяем триггеры триггеры определяют с какой периодичностью мы будем получать наш отчет либо единожды либо по дням либо по неделям можно настроить довольно гибкую систему триггеров и после этого определяем условия на срабатывание нашего отчета мы с вами добавили условия наше приложение которое называется конечно тест и и выставляем результат что если это условие будет возвращать положительные то значит отчет будет отправляться давайте сохраним после этого либо отчеты будут автоматически отправляться по указанным нами триггер ибо мы можем запустить отчет вручную давайте это сделаем нажмем кнопку run и мы видим что отчет был успешно запланирован в отправку после этого мы переходим на портал newsstand где мы можем просмотреть наш отчет вот мы увидим появился наш отчет и мы можем просмотреть собственно то что мы с вами уже видели на этом наш урок закончен